Заборы. Вот что поражает людей, впервые приезжающих в Бишкек. Эти бетонные или кирпичные сооружения, часто украшенные битым стеклом или колючей проволокой, утыканные камерами видеонаблюдения, они иногда стоят дороже, чем половина дома, который они окружают. Мы рассказываем туристам сказки о том, что это некая азиатская традиция прятать от чужих глаз свою семью. Хотя у кыргызов, как вы знаете, не было никогда в традициях строить вокруг себя заборы. Проблема заключается в том, что мы лжем. Мы боимся. Мы лжем не только приезжим, мы лжем сами себе. Мы боимся окружающих, мы боимся своего народа, мы боимся своих соседей, мы боимся людей рядом, с которыми мы живем. Мы боимся своих сограждан. Вот бизнес, он, например, уже не лжет никому, он уже откровенно закладывает кирпичом в витрины магазинов, потому что знает, что в любой момент дружелюбные сограждане могут превратиться в разъяренную толпу. И мы знаем, почему мы их боимся. Потому что они озлоблены, они агрессивны, они голодны, они часто больны. Мы спрашиваем себя, зачем сельские люди приезжают в Бишкек. И сами себе так лукаво говорим о том, что здесь больше возможностей, больше ресурсов, больше денег, больше доступа к технологиям, к информации, к знаниям. Но ведь проблема заключается в том, что те люди, которые приезжают из села в Бишкек, доступа к этим знаниям, к этим ресурсам, к этой информации не получают. В лучшем случае их ждет участь разнорабочего, торговца мелочи на базаре или тачечника. В худшем – болезни, нищета, тюрьма или панель. Проблема в том, что Бишкек не стал центром притяжения для людей, которые действительно хотят изменить свою жизнь. Которые хотят получить образование, доступ к этим самым технологиям и информации и знают, что потом они со всем этим будут делать и знают цели, которые перед ними стоят. Проблема заключается в том, что Бишкек стал центром притяжения для людей, которые хотят просто выжить. Людям кажется, что здесь больше ресурсов, больше воды, больше земли, больше денег, и что этих ресурсов так или иначе хватит на всех. Не хватит. Нас может ожидать участь огромного числа городских агломераций Африки, особенно ее центральной части. Я приведу в пример вам Гвинею и ее столицу, город Конокри. 81% населения Гвинеи живет в столице Конокри. Но трудно сказать живет, потому что существует. Назвать условия жизни в Конокри условиями жизни трудно. Это условия выживания, условия существования. Маленький респектабельный центр окружен тысячами квадратных километров подобных жилищ, в которых существуют люди. И самое страшное, что в это время оставленные этими людьми сельские территории деградируют и оказываются в конце концов захваченными соседними племенами и даже официально соседними государствами. Этим людям просто некуда вернуться. Им совершенно некуда уехать из этого места, а в этом месте они живут в полном отсутствии каких-либо возможностей, вообще каких-либо условий для жизни и развития человека. Но есть другие города и страны, где те же самые Homo sapiens совершенно по-другому распоряжаются и своими собственными жизнями, и своими собственными странами. Цюрих — крупнейший и богатейший кантон или штат Швейцарии, который зарабатывает там огромную долю валового национального продукта. При этом Цюрих совершенно добровольно с каждым годом увеличивает дотации своего бюджета окружающим его сельским кантоном. В результате этой тенденции на сегодняшний день, я вот месяц назад была там и слышала собственными ушами от людей, условия здравоохранения и образования, услуги здравоохранения и образования в сельских кантонах вокруг Цюриха лучше, чем в самом Цюрихе. И жители Цюриха хотят лечиться в сельской больнице. Там вся система управления построена на балансе между различными группами интересов. Это этнические группы, там вы знаете 4 национальных языка, и никого это абсолютно не смущает. 4 государственных языка, и никого это абсолютно не смущает. Между сельскими, аграрными и городскими урбанизированными группами, и так далее, и так далее. И пример Швейцарии показывает, что это единственно возможный путь для сохранения государства. Они пережили две страшные войны, при этом оказались, не находясь в центре этих кровавых конфликтов, они не были разрушены, растоптаны и уничтожены, как окружающие их страны. Им не нужен Евросоюз. Они сохраняют свой швейцарский франк. Они в условиях сейчас того, что происходит в Европе, совершенно замечательно себя чувствуют. Но дело в том, что провинция Швейцарии, сельские кантоны Швейцарии, это и есть сама Швейцария. Точно так же, как наши сельские провинции, вот давайте перестанем называть их регионы. Эта провинция, это хорошее слово. Это и есть Кыргызстан. И Кыргызстан, это не равняется Бешкеке. То, о чем тоже сегодня уже говорили. Наш народ разделился на мы и они. Вот единая человеческая ткань, которую должен представлять любой народ, постигла страшная участь, я его называю, ментального разрыва или ментального забора, который вырос между вот этими нашим дефрагментированным или как сегментированным обществом. В приюте Каракола я встретила мальчика в детском приюте, который работал тачечником на базаре. Но почему он обратил на себя мое внимание? Он был очень опрятно одет, у него были очень ясные глаза, у него была очень развитая речь. Естественно, я поинтересовалась у педагогов приюта его судьбой. Мне рассказали простую, но совершенно чудовищную историю. Жила-была семья в селе, там, в Исокульской области, мама, папа, двое детей. У папы умер брат. Для того, чтобы его достойно похоронить, семья заняла деньги и купила лошадь. Но не прошло и двух месяцев, как умер папа. И семья снова заняла деньги и снова купила лошадь. В результате пришлось продать дом. Мать с девочкой уехали жить к родственникам в другую деревню, в другое село. Мальчик отправился на базар. В это же самое время, в этом же Караколе, отдыхает на горнолыжной турбазе, вы все ее знаете, его ровесник. Родители двух этих мальчиков родились в одно и то же время. Они выросли в примерно равных условиях, имея примерно равные возможности. Но насколько разные возможности имеют два этих мальчика, и как будет сильно отличаться их судьба. Вот это и есть то, что я называю, произошло с нашим народом, ментальный разрыв. И дело здесь не только в деньгах, и даже, может быть, не в деньгах, а в доступе, опять же, к информации, к знаниям, к умению управлять своими собственными деньгами, к умению распоряжаться ими, делать накопления, инвестиции, чтобы не брать кредит для того, чтобы отправлять своих детей учиться, а для того, чтобы, может быть, продать сейчас кота или как-то по-другому решить эти вопросы. Вот этот самый ментальный разрыв, он как инфекция попадает во все сферы нашей жизни. Это еще и вопрос устойчивости традиционной аграрной культуры и очень неустойчивой урбанизированной культуры. Сельские жители, переезжая в город, очень трудно поддаются культурному воздействию в отношении своих традиций и обычаев, по крайней мере, в первом поколении. Это не потому, что они какие-то костные. Это вот история развития человечества так доказала, что там, если бы они не сохраняли и не цеплялись за свою стоимость, им бы было очень трудно выжить. А городская культура, она очень неустойчивая, она очень хрупкая. Она течет и меняется так же, как течет и меняется информация и технологии. И для того, чтобы создать ее, нужны десятилетия. Для того, чтобы снести ее достаточно пары лет, это вот я про мальчиков рассказала. А если вы не верите, что городскую культуру очень легко уничтожить и потерять вообще вот этот пик, вот это острие государства, история вас опровергнет. Потому что первым примером стал Древний Рим, который пал под натиском своих же униженных провинций. Этот же пример демонстрирует нам сегодня Европейский Союз, где растут националистические настроения. Потому что идея Европы, как общего урбанизированного дома для всех народов, тоже пала под натиском аграрных народов Азии и Африки. Хотим ли мы опять-таки такой же судьбы для нашей страны? Наверное, никто в этом зале не скажет, что он хотел бы жить в городе, похожем на Конакри. Никто не скажет, что заборы, окружающие наши дома, это признак высокоразвитой цивилизации. Но делаем ли мы вообще что-нибудь для того, чтобы заборы были ниже, заборы были прозрачнее? Вы скажете, что это дело политиков, и вы будете правы. Но, возвращаясь к мышке, мышеловка может заслопнуться. Два поколения предыдущей власти превратили Бишкек в финансовый кадровый пылесос, который буквально высасывает из провинции все, что там может быть использовано. Я открою вам секрет полишинеля, то есть факт, который лежит на поверхности. Ни отдельные люди, ни коррупция, ни президентские семьи и даже не президентская система правления стали основной причиной двух страшных политических кризисов за последние 10 лет. Основной причиной стало перманентное, очень недальновидное, очень глупое игнорирование провинции, где живет основная часть народа. Если вы проанализируете, в свободное время у вас появится такое желание, политические решения, они все были направлены на централизацию. Централизацию власти, централизацию ресурсов. И это привело к тому, что пирамида перевернулась. Изменилось ли что-нибудь сегодня? Я вас уверяю, что ничего не изменилось. Если вы опять же посмотрите все наши государственные программы, принятые новым правительством, вы увидите, что там нет ни одного регионального, будем использовать уже этот термин пока, регионального приоритета. Ни одной региональной программы, ни одного национального, регионального проекта. У нас в стране теперь даже нет органа государственного управления, ответственного за региональную политику, за региональное развитие. У нас нет ни одного национального политика, ни одной политической партии, ни одной группы в Джогурку-Кинеши, которая бы сказала, что региональное развитие – это мой приоритет, и я буду заниматься его вопросами. Энергетикой? Пожалуйста. Золотом? Пожалуйста. Селом никто. Ну что делать? Ключевой вопрос. Понять, что развитие страны невозможно без развития человека, без предоставления ему возможностей, без создания его условий. Признать, что мы забыли о провинции, на которой собственно изиждется государство. И самое главное, признать, что мы, жители Бишкека, узурпировали возможности для развития, которые в равной степени принадлежат каждому жителю нашей страны. Надо повышать финансовую грамотность населения. Я 17 лет замужем за кыргызом, у меня много сельских родственников. И я хорошо знаю, думаю, вы тоже знаете, много ли у вас есть в селе родни, которые хорошо знают, что такое банковский кредит, что такое процентная ставка, да, как накопить себе на старость. В России, во всех странах мира давно работают программы, где взрослых обучают на местах, как управлять деньгами, на рабочих местах. Домохозяек обучают в каких-то группах, для того, чтобы люди управляли своей жизнью самостоятельно. Мы тоже должны все это делать, перенаправить ресурсы из центра в регионы, но я люблю слово провинции, и заняться повышением финансовой грамотности людей. А иначе, ну что, или уехать из страны, чего я не хочу и вам не желаю, или ставить пулеметы на наши заборы. Спасибо.